Очередной скандал в курортной Одессе. Активисты утверждают, что к продаже готовится один из последних нетронутых санаториев этого города. По обкатанной схеме его собираются застроить высотками. Так ли это и можно ли спасти здравницу, выясняли наши корреспонденты. Элитный район побережья, 4 гектара парковой зоны. Некогда Красный Зори был процветающим лечебным санаторием. Последние 6 лет он не работал, здесь только сдавали комнаты в аренду. И вот на днях постояльцев срочно выселили, а сотрудников уволили. Как видите, разруха, и все, что мог забрать, забирал. Вукропровздравницы, которая владеет санаторием, причины увольнения людям не назвали. Бывший охранник лишь пересказывает наиболее обсуждаемые предположения. Слышали только, что кто-то выкупил, какая-то строительная компания. Этой версии придерживается и медсестра Светлана Чернецкая. Она проработала здесь почти полвека. Утверждает, на протяжении десятилетия санаторий специально банкротило его же руководство. Резали металл, вывозили оборудование. То же самое, мол, сейчас делает новый директор. Это все делалось целенаправленно? Конечно, конечно. А сейчас бьют окна. Он специально это сделал, охрану снял. Он специально это сделал, чтобы угробить полностью, чтобы продать это. Местные жители организовали митинг. Опасаются, красные зори повторят судьбу десятков других таких же одесских санаториев, на землях которых теперь стоят многоэтажки и коттеджные поселки. Дескать, схема в принципе везде одинаковая. Сначала нужно довести предприятие до ручки. И дальше правление акционерного общества этого на своем собрании говорит, ребята, этот актив непрофильный, убыточный. Надо его продавать. На кону миллионы. Естественно, что такие деньги они, так сказать, находят заинтересованных лиц. Директор санатория, а он также пришел на митинг, все эти версии называет беспочвенными домыслами. Мол, наоборот, Укрпровздравница пытается спасти объект от продажи. Говорит, санаторий погряз в искусственно созданных долгах и судебных исках. Вот поэтому и решили остановить работу и провести аудит. Правда, что планируют делать дальше с красными зорями, не говорит. Ссылается на начальство. Есть понятие финансово-экономической деятельности, которая не всегда может быть публичной. Я нанятый исполнитель. У меня есть очень много начальников Киева. Они принимают решение окончательно. Мы пытались получить комментарий у руководителей Укрпровздравницы, но сегодня выходной день. Никому из них не удалось даже дозвониться. Активисты, между тем, намерены следить за событиями вокруг красных зорь. И на всякий случай предупредили, готовы к акциям протеста. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Продолжение следует. Продолжение следует.